Досмотр, осмотр грузов, сверка декларации на перевозимый товар, оформление документации, работа с физическими лицами – главные обязанности сотрудников таможенных служб. В 2018 году таможню разделили на два типа – электронную и фактического контроля. 25 октября в Уральском федеральном округе открылась Уральская электронная таможня, которая в принципе занимается осуществлением контроля за совершением операции в электронном виде. Например, сейчас таможня регистрирует декларации в автоматическом режиме. Бизнесмены могут быстрее ввозить товары из Европы и Азии. Сроки проверки импортного груза сократились в разы. Раньше, чтобы ввести товар, предпринимателям нужно было оформить бумажную декларацию. На проверку документа уходило до 10 дней. Теперь всем занимается компьютер. Приходят документы, я их открываю на втором своем компьютере. Я вижу здесь дорожную накладную, здесь я могу увидеть номер накладной, могу увидеть мест, количество и группа. То есть то, что у нас получается заявлено в декларации. Также я запрашиваю, например, счет, фактуру. Я могу проверить грузоотправитель, грузополучатель, валюту, в которой у нас подается декларация. За прибывшими в город товарами и грузами строгий таможенный контроль. Инспекторы проверяют металл Евраза НТМК, продукцию военно-промышленного комплекса «Уралвагонзавода» и лесоматериалы. В зависимости от разновидностей товара, если это, как в данном случае, пиломатериал, то нас интересует порода пиломатериала, количество, объем пиломатериала. Ну и также обращаю внимание на размеры, так как все эти сведения заявляются в таможенной декларации и подлежат проверке. Поверхностный осмотр товара занимает почти час. На полный досмотр уходит весь рабочий день. Если выявляют нарушение, физлицам грозит административное наказание. В данном случае необходимо проверить размеры доставленного пиломатериала, сверить его с тем, что заявлено в спецификации. В данном случае размер соответствует. 26 января – Международный день таможенной службы. Инспекторы традиционно подводят итоги работы. Задача прошлого года – переход на электронную форму декларирования товаров – выполнена на отлично. Обращаясь, конечно, к коллегам, к ветеранам таможенной службы, как Екатеринбургской таможни, так и Нижне-Тагильской таможни, хочется поздравить их с Международным днем таможенника, пожелать им, конечно же, здоровья, прежде всего, счастья, успехов. Редактор субтитров А.Семкин